В эфире мобильный репортер. Обзор событий, происшествий и курьезов, очевидцами которых стали вы. Все, что по вашему мнению достойно внимания, прямо сейчас на телеканале Татарстан 24. С вами Артем Захаров. Здравствуйте. В Татарстане на мужчину, который фотографировал неправильно припаркованный автомобиль, напал его водитель. Причем за рулем внедорожника была женщина. Довольно агрессивная женщина. Она выскочила из машины и стала колотить мужчину руками и ногами. Отмечу, что мужчина не стал отвечать даме и пытался уйти. Но Татарстан так просто его не опускала и продолжала махать руками и ногами. Добавлю, что как всегда нашлись защитники так называемой автохамки. Они утверждают, что женщина ничего такого не сделала, а мужчина был не в праве ее снимать. Поэтому я еще раз повторю. Съемка в общественных местах, в том числе и запись нарушения ПДД, абсолютно законна. О нападении на человека с кулаками или, как в этом случае, с каблуками нет. Это статья, даже если женщина напала на мужчину. Хотя в этом случае, я думаю, пострадавший мужчина мужчиной и останется и не пойдет с заявлением в полицию. Хотя имеет на это полное право. Жители Татарстана продолжают жаловаться на неработающие ливневки. Весеннее солнце, безусловно, радует татарстанцев. Но из-за таяния снега по некоторым участкам дорог республики приходится не ехать, а плыть. Вот такие ролики приходят из разных частей Татарстана. Именно этот снят в челнах. При этом в комментариях к видео некоторые пользователи соцсетей пишут, что это норма и пора бы уже к этому привыкнуть. Я же считаю, что именно этого и хотят лиц, соответственные за нормальную работу ливневок. Чтобы никто не обращал на это внимание. И я, напротив, советую отправлять такие ролики в народный контроль и просто выкладывать в сеть. И, возможно, рано или поздно до властей удастся достучаться. С потеплением центральные улицы Казани вновь наполнились людьми. Вместе с просто гуляющими в центр города подтянулись и уличные артисты. С полуголым мужчиной с гитарой, думаю, знакомы уже многие. Но в этот раз он выступал не один. Его незамысловатой игре на гитаре подтанцовывали пара молодых людей. Тандем получился довольно странный, но окружающие были довольны. И снимали происходящее на телефоны. События, происшествия и курьезы, очевидцами которых стали вы, присылайте на наш сайт в рубрику «Мобильный репортер». И в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24». Кроме того, делитесь интересным контентом в любых соцсетях с хэштегом «Татарстан24». С вами был Артем Захаров. До встречи!